Руководители департамента в сфере образования работники обвинили в грубости. Своё письмо коллектив направил не только на рассмотрение дисциплинарной комиссии, но и в Министерство образования страны. Также на Совете по этике было рассмотрено дело в отношении заместителя руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства. Все подробности в следующем материале. Коллективную жалобу на своего руководителя написали сотрудники департамента по контролю качества в сфере образования. Коллеги отмечают, что глава ведомства не только грубитым, но и оказывает психологическое давление. По их словам, Гульнара Сарсенгалиева зачастую повышает тон и не соблюдает этические нормы. Обращение собрало почти 100% подписей. Машину не использую. Помимо этого, насколько я знаю, департаментом агентства проводится мониторинг по служебным машинам. Ни разу нашей машины замечено не было по использованию в личных целях. Что такое государственная служба? Какие должны быть ограничения? Какая должна быть этих услужащих, я знаю очень хорошо. Также было рассмотрено дело в отношении Аслана Доубаева, который сейчас является заместителем руководителя отдела ЖКХ. Как выяснилось, по итогам проверки со стороны прокуратуры, чиновник подписал акты, по которым были выплачены предпринимателям деньги в размере, превышающем объем выполненных работ. Сейчас все строительные работы уже завершены, и акты соответствуют. Вот только прокуроры уже нашли недочеты и обратились в дисциплинарные комиссии. В ходе обсуждения выявилось, что данные акты Доубаевым были подписаны только после того, как акты подписали технадзор и авторский надзор. Вместе с тем, на сегодняшний день все эти работы в основном выполнены, но вместе с тем, при подписании, конечно же, были выявлены и нарушения законодательства. По итогам заседания члены Совета по этике пришли к выводу рекомендовать двум чиновникам дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора.